Международные и казахстанские наблюдатели подводят итоги выборов в стране. Каким был день 19 марта? Расскажем. Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей села Кобда в Актюбинской области. Их дома пострадали от паводка. До священного месяца Рамадан остались считанные дни, о чем попросил предпринимателей в канун священного поста Верховной Мусти Казахстана. Расскажем в выпуске. Перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере обсудили Хасмжумар Тукаев и Ицхак Герцог. Разговор президента состоялся по телефону по инициативе израильской стороны. Была отмечена положительная динамика роста двустороннего товара оборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами. Президент Израиля поздравил главу государства и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан. Между тем, международные наблюдатели продолжают делиться своими выводами от выборов Мажелисы и Маслихаты всех уровней. Сегодня свои заявления сделали представители миссии ОБСЕ. От них день голосования мониторили избирательный процесс порядка 300 наблюдателей. По словам главы миссии, сейчас идет сбор отчетов и полные результаты будут озвучены уже после объявления итогов выборов. Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека отметили и предвыборную кампанию. По их мнению, она прошла достаточно активно и свободно. Партийные месседжи коснулись широкого круга социальных и экономических вопросов. Значимым событием миссия ОБСЕ считает высокую конкуренцию между самовыдвиженцами. ОБСЕ регулярно осуществляет наблюдение за выборами в Казахстане на протяжении последних 30 лет. Мы воспринимаем себя как партнеров и друзей Казахстана. И, конечно же, мы приняли на себя обязательства по оказанию содействия этой прекрасной стране. Выборы в Казахстане проводились в контексте реформ, которые осуществляются с целью приблизить Казахстан к международным стандартам, а также обязательствам ОБСЕ в части проведения выборов. Необходимо продолжить носить дальнейшие коррективы в нормативно-правовую базу. Другим темам. Высокий риск паводка сохраняется в 255 населенных пунктах Карагандинской, Акмолинской, Североказахстанской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской области, а также области Абай, сообщил начальник департамента предупреждения о чрезвычайных ситуаций Кахарман Уразалин. Сейчас спасатели перешли в режим повышенной готовности. Есть дополнительные силы около 36 тысяч человек и 11 тысяч единиц спецтехники. Ведомстве назвали и причины подтопления, в их числе отсутствие водоотводных каналов и оручно-дренажной системы. В МЧС заверили каждый населенный пункт, который находится в зоне риска, на контроле. В городе Уральск, в пяти районах Западно-Казахстанской и Кабдинском районе Актюбинской области объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера. В Западно-Казахстанской области пик половодия на реках области прошли за исключением реки Урал, водность которой зависит от гидрологической обстановки в верховьях рек Урал в России. О паводке предупредили синоптики жителей Хостанайской области. Связано это с таянием ледяного покрова рек на юге региона. Сейчас уровень воды там держится ниже критической отметки. При этом, по данным последних авиаоблетов, юг области уже на 90% освободился от снега. Для исключения заторов в шести районах на 15 опасных участках рек проведут взрывные работы. Активное таяние там прогнозируют на конец марта-начало апреля. Всего в зоне возможного подтопления находятся 90 осел региона с населением более 8 тысяч человек. Служба гражданской защиты приведена в режим повышенной готовности. На южных реках Кустанайской области у нас наблюдается многообразие ледовых явлений. Критических уровней мы на этих реках не наблюдаем, потому что русла рек очень хорошо выработаны. Только будет возможен разлив на пойму. Угрозы подтопления поселков мы исключить не можем, но все наготове, чесники, акимат, северные реки области у нас еще в зимней межине находятся. Аксюбинские волонтеры продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей села Копдачи. Дома недавно пострадали от паводка. Прием теплых вещей, постельных принадлежностей, средств гигиены и детского питания ведется ежедневно на складах организации. Помощь пострадавшим оказывают как местные предприниматели, так и неравнодушные жители города, отмечают доброводцы. Несколько дней назад в райцентр, расположенный в 100 километрах от Актубе, направили несколько машин с гуманитарной помощью. Второй рейс отправят в Копдун сегодня. Напомню, в райцентре Копдинского района подтоплено 79 жилых домов. Жильцов разместили в пунктах эвакуации. В селе объявили режим ЧС местного масштаба. Аким области Яролу Тукжанов пообещал, что всем пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка. В настоящее время в селе работает специальная комиссия, которая подсчитывает ущерб, причиненный стихией. К нам начали поступать сообщения, когда только начались паводки о критичной ситуации. Люди выбегали в том, что было, все вещи мокрые, обуви нет. Конечно, мы сразу же отреагировали, объявили народу, что мы поможем, объявили сбор одежды, постельного, ковры, продуктов питания. За менее чем сутки мы подготовили первую гуманитарную помощь. Надеюсь, что в скором времени этот тяжелый момент закончится и все восстановится. Но мы, волонтеры, стараемся помочь, чем можем. О событиях в мире. В Австралии жители призывают власти очистить реку Дарлинг, где ранее погибли сотни тысяч рыб. Местная полиция сообщила, что в этом районе будет работать специально созданный оперативный центр по чрезвычайным ситуациям. Его сотрудники проведут утилизацию разлагающейся рыбы и очистят речную воду. В США пятеро подростков погибли в автокатастрофе. Трагедия случилась на шоссе в штате Нью-Йорк. Полиция сообщает, что транспортом управлял 16-летний юноша. Автомобиль врезался в дерево и загорелся. Девятилетний мальчик – единственный выживший среди всех пассажиров. Его доставили в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Крупная авария произошла в центральной части Бангладеш. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с 9-метровой высоты. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 получили травмы. Число ДТП в стране, я отмечу, ежегодно растет. В связи с этим власти намерены снизить количество аварий вдвое в 2030 году. Международный валютный фонд приступил к завершению программы финансовой помощи Шри-Ланке. Отмечу, учреждение закончит процесс передачи почти 3 миллиардов долларов в стране. Так, выделенная сумма поможет ей справиться с худшим финансовым кризисом со времен обретения независимости. Ранее главный исполнительный директор крупнейшей финансовой организации мира заявила, что приветствует прогресс, достигнутый властями Шри-Ланки. По ее словам, островное государство приняло решительные политические меры, необходимые для одобрения программы денежной помощи. А мировые центробанки предпримут меры для поддержания долларовой ликвидности. Они договорились значительно увеличить вливание валюты на рынок, чтобы стабилизировать ситуацию после серии крушения финно-организаций в США и Европе. Так, этим займутся Федеральная резервная система Соединенных Штатов, Европейский центробанк, банки Англии, Канады, Швейцарии и Японии. Напомню, в этом месяце обанкротили сразу несколько крупных банков США. Также сильно упали акции швейцарского кредита Suisse. Теперь европейские официальные лица обеспокоены тем, что это может привести к ухудшению ситуации на рынках банковского финансирования. Ни одному из кандидатов на президентских выборах в Черногории не удалось набрать необходимого порога голосов избирателей. 2 апреля в стране пройдет второй тур. Борьба развернется между фаворитами первого тура, действующим президентом Милу Джулкановичем, набравшим чуть больше 35% голосов, и представителем движения Европы сейчас экономистом Яков Милатовичем. У него на 60% голосов меньше. Отмечу, в Черногории парламентская республика, исполнительную власть осуществляет правительство. И вернемся в Казахстан. В преддверии Наурыза в Хазларде сдали в эксплуатацию специализированную школу-лицей-интернат на 150 мест. В учебном заведении сделают акцент на углубленное изучение естественно-математических дисциплин. Обучать будут седьмого класса. К слову, такую же школу построили в Кармакшинском районе. Свои двери она распахнет уже в следующем месяце. Все дисциплины основаны на учебных программах «Школ для одаренных детей». Подобран сильный преподавательский состав. В этом году в регионе в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство 10 учебных заведений. Всего же за три года их возведут 21. Это позволит решить существующий дефицит учебных мест и в целом повысить качество образования. Сегодня на столичном вокзале презентовали праздничные вагоны. Они будут перевозить жителей и гостей столицы на курорт Бурабай. Электропоезд с национальным колоритом оценил и мой коллега Тимур Сапар. Национальные угощения, казахская музыка и праздничное оформление. С особым комфортом жители и гости столицы могут отправиться по маршруту Астана – курорт Бурабай. Красоту создавали специально приглашенные художники, иллюстраторы и ремесленники. Это не первый такой опыт нацперевозчика. В декабре прошлого года эти же вагоны курсировали в Бурабай в новогоднем стиле. До этого мы брендировали поездка к Санти на Новый год. В этот раз мы делаем на Новрыс. Дальнейшая будет работа – популяризация летнего туризма, естественно. Оклейка вагона поменяется. Праздничный состав будет курсировать ежедневно. В течение месяца из столицы на курорт поезд отправляется как с нового, так и со старого вокзала, отметили в КТЖ. Желающим доступен однодневный тур в Бурабай. В него входит трехразовое питание, обзорная экскурсия по Бурабаю и другие. Развлечения отметили организаторы. Интересно будет для тех, кто едет именно на туры выходного дня. Тем более совместно с Бурабай Дому такие туры сформированы. Для взрослых 12 тысяч тенге, для детей 10 тысяч тенге. Это однодневные туры. Я думаю, это будет дополнительный импульс для наших предпринимателей, для туристических компаний, которые также присоединятся к этой акции и создадут новые турмаршруты. Тех, кто успел приобрести билеты на праздничный тур 22 марта, ждет в пути концертная программа, игры, национальные угощения и розыгрыш ценных призов. Тимур Сапар, Марат Диханбаев, Хабар 24. В канун праздника Наур-Эс в эфире Казахского радио продолжается международный радиомост. Журналисты восьми государств объединились, чтобы познакомить слушателей с культурой и обычаями своих народов. В эфире Казрадио звучат программы и мелодии из Ирана, Турции, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана и других государств. Редакции радиостанции уверены, такие мероприятия укрепляют культурные связи между странами. Цель мероприятия – это культурная интеграция тюркоязычных народов, Ирана, соответственно, тех стран, кто празднует Наур-Эс. Мы будем рассказывать друг другу, как мы отмечаем праздник, какие национальные игры, что мы готовим на Наур-Эс. Будем слушать песни разных народов в их исполнении. Это будет прямое включение. В течение 10 часов будет идти радиомост. В преддверии Наурыза на территории одного из святых мест Мангосталовской области подземной мечети Султан-Епея провели уборку территории. В акции участвовали больше 100 волонтеров. С трех гектаров они собрали больше 80 мешков отходов. Посадили семена многолетних цветов и 50 саженцев различных фруктовых деревьев. Смотритель Султан-Епея попросил нас посадить больше абрикосовых деревьев. Абрикосы мы гранат посадили, вишню посадили, сливы тоже есть. И цветы мы посадили многолетние цветы. Это и пример молодежи, я думаю, да? Большой-большой пример. Потому что если мы сами не будем об этом заботиться, кто будет еще заботиться? Да, как говорят, начинай с себя. Надо есть сын для биржа-зугор. В комплекс ходит некрополь, сад с колодцем и древние стоянки. По территории был разбросан мусор. Ему где-то больше 10 лет. Он был оставлен не только путниками, но и рабочими, которые строили здесь постоялый дом. Волонтеры все убрали, благоустроили. Спасибо им большое. Вы смотрите новость. Мы продолжаем приостановить продажу алкоголя в священный месяц Армазан. Призвал предпринимателей Верховной Муфти Казахстана. Напомню, 23 марта начнется месяц мусульманского поста. Он продлится 30 дней. Хатер Тюн выпадает на 17 на 18 апреля, а Ураза Айт на 21 апреля. Первый день Курбанайта приходится на 28 июня. Председатель Духовного управления мусульман еще раз напомнил и размер пожертвования на этот год. Его можно уплатить в течение всего священного месяца. Размер пожертвований в этом году составляет 535 тенге. Это стоимость 2 килограммов муки. По традиции в священный месяц Рамазан будут проходить различные благотворительные мероприятия. Призываем казахстанцев не оставаться в стороне и внести свою лепту и помочь тем, кто в этом нуждается. Международный фестиваль контрабасистов в Грузии собрал единомышленников из разных стран. Принял в нем участие и казахстанский музыкант Арман Назаров. Как подчеркивают организаторы, ранее репертуар для контрабаса был ограничен. Но сейчас артисты уже готовы выступать не только в оркестре, но и на сольных концертах. Юлия Тужилкина с подробностями из Тбилиси. Фестивалю «Мир контрабаса» в этом году исполнилось уже 10 лет. География мероприятия широка. Он стартовал в России, затем побывал в США, Японии, Бразилии и Китае. В юбилейный раз музыканты собрались в столице Грузии. Среди участников уроженец Казахстана, который сейчас играет в грузинском оркестре. Я хочу донести до зрителей, что в музыке нет границ. Отдавайте детей музыку. Это самое, что есть чистое во всем мире. Дети будут богаче и духовно. Музыку для Армана Назарова специально написал известный грузинский композитор Иракли Цинцадзе, который постарался вложить в мелодию колорит казахского народа. Эта музыка очень эстетична и очень соответствует тому характеру, который вообще восточному характеру. Я хочу сказать, что Арман Назаров – это восходящая звезда казахстанской исполнительской школы. Мир контрабаса – это особый мир. Здесь нет преград ни языковых, ни национальных. Так говорят организаторы. Фестиваль создан ради объединения и обмена опытом. В этом году в Грузию приехали участники из разных стран. В качестве почетного гостя – Эрик Хансен, один из основателей фестиваля. Это очень важный фестиваль для меня. Я впервые приехал в Грузию, в эту прекрасную страну. Я люблю путешествовать и думаю, что это такое благо – иметь друзей и коллег по всему миру. Моя мечта стала реальностью. Контрабасы сейчас находятся прямо в расцвете, можно сказать, расцвете сил. И чем больше мы найдем единомышленников в разных странах, как можно больше последователей. То есть, чтобы привлекать, например, молодые кадры, там, например, музыкальная школа, чтобы открывали детские классы контрабасов. Потому что контрабасы бывают и маленького размера. То есть, совершенно уникальные инструменты. Организаторы фестиваля планируют расширять список стран-участниц для популяризации этого музыкального инструмента. Юлия Тужилкина, Шалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Хасмужа Мартукаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на престижном турнире в Индиан-Уэльсе. По словам президента, наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения. Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших портах мира, подчеркнул глава государства на своей официальной странице в Инстаграм. Елена Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира категории WTA 1000. Победа позволила казахстанке подняться на рекордное место в мировом рейтинге тенниса. Финляндию вновь признали самой счастливой страной в мире, говорится во всемирном докладе о счастье ООН. Рейтинг государства возглавляет шестой год подряд. По мнению экспертов, этому в том числе способствует социальная поддержка, хороший уровень доходов, крепкое здоровье и отсутствие коррупции. Второе место заняла Дания, а на третьей строчке расположилась Исландия. В девятку также попали Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. К этому часу у нас все. Всего доброго.